Чтобы понять вообще динамику профсоюзной жизни, надо очень четко представлять себе шахматную доску. Где мы, в какой системе координат находимся. Есть постсоветская структура, доставшаяся нам от славного советского прошлого, Федерация профсоюзов Украины. Она абсолютно непотопляемая, неубиваемая, сохранила практически всю свою собственность. А дом сожгли профсоюзов, видишь, неубиваемая. А неубиваемая, знаете почему? Фонд сейчас собрали уже несколько миллиардов на видновлении дома. И надстраивали на крыше, что-то еще два этажа. Конечно, конечно. А вы знаете, я скажу так. Почему неубиваемая? Потому что нет задачи убивать и нет задачи додавливать. Объясню почему. Структура, которая декларирует, что у нее по спискам 8 миллионов членов, является, естественно, очень хорошим инструментом для власти и для выпускания пара. Плюс, власть и любое правительство всегда начинает диалог с профсоюзами, с общения с ФПУ. И постоянно напоминает, что, ребята, ваша собственность, еще вот та вот Советского Союза, да, мы помним, собственность Компартии была национализирована, да, в 91-м году. Собственность Комсомола благополучно разошлась по этим банкам там всем. А вот собственность профсоюзов зависла, да. И Федерация профсоюзов Украины постоянно напоминает, ребята, будете дергаться, да, мы поставим вопрос о вашей собственности. А что там осталось у них, вот как-то можно это озвучить? Огромное количество в каждой области, в каждом районе здания, да, которые сдаются в аренду, да. Вот этот дом профсоюзов, который горел, да, там реально Федерация профсоюзов занимала лишь пару этажей, все остальное сдавалось в аренду, это огромные деньги. Они позволяют, по всей Украине вот сдаются в аренду, да, позволяют содержать огромный бюрократический аппарат, который абсолютно как бы самодостаточный и абсолютно не зависит от членских взносов своих даже членов, да. То есть сдача в аренду, коммерческая деятельность вполне достаточно для Федерации профсоюзов Украины. Плюс огромное количество пансионатов, санаториев, которые до сих пор остались на балансе, да, в собственности профсоюзов Украины. Есть куча фильм, который был организован, да, Укрпрофздоровье, Равница, да, такая уже наболевшая тема, да, которая постоянно как-то где-то прессует, вскрывают различные махинации, связанные со злоупотреблением в процессе там приватизации тех или иных объектов профсоюзной собственности, но все это как-то благополучно там закрывается, и Федерация профсоюзов достаточно хорошо себя чувствует. Я много времени ей уделил, она того не стоит. Как вот изнутри это можно и можно ли, нужно ли разрушить, или как-то... В начале 90-х, когда был первый всплеск вот такого независимого профсоюзного движения, да, действительно люди поняли, что с этим официальным профсоюзом каши не сваришь, да, он лишь тормозит развитие рабочего движения, и активисты, рабочие активисты начали создавать независимые профсоюзы. Вот эта первая волна независимых профсоюзов была связана с угольной отраслью, это шахтерские профсоюзы, да, которые потом объединились, и транспортники, да, которые объединились там, независимые профсоюзы горняков, там, в транспортные профсоюзы. Они, помните, приходили в город Киев и добивали социализм. Социализм разрушился, а профсоюзы остались. Совершенно верно. И вот возникла альтернативная структура конфедерации свободных профсоюзов, которая должна была, как мы тогда думали, сломать... Это то, что Волынец, да? Да, Михаил Яковлевич. Сломать эту монополию ФПУ. И действительно, не то, что реформировать, а уничтожить ту постсоветскую структуру и создать что-то демократическое, новое, демократическое профобъединение, профдвижение страны. Снять по основанию, как по Гегелевски, чтобы сохранить содержание, а форма бы изменилась и наконец-то осталась бы... Вы знаете, надежды не оправдались, к огромному сожалению, потому что фактически КВПУ стало младшим партнером ФПУ.